Первые духи в нашем списке, уверен, что 99 из вас, парни, никогда не слышали о них. Это духи из 2017 года, Дэнс Саваж Бай Крис Коллинз. Это яркие, соблазнительные духи, в которых есть ут. Но их сладость идёт от слива, поэтому для меня это весенние духи. Другие ноты, которые можно услышать, коньяк, шафран, перец, мускатный орех, кедр, янтарь, почули и ваниль. Сегодня, господа, я помогу вам найти идеальные весенние духи. Если вы не поняли по моей рубашке, чего я хочу от весеннего аромата, так это наличие цветочных нот. В духах 2012 года Прада Луна Росса как раз это есть. Верхние ноты это лаванда, замиксованная с апельсином. В серединке у нас мускатный шалфей и мята, а в базе у нас мускус и амброксан. Это позволяет духам держаться дольше и приносить вам комплименты. Как аромат цветочный и цитрусовый. Эти духи очень разнообразны. Их можно надеть в офис или просто так. В общем, это отличное дополнение вашей коллекции. Итак, следующие духи, о которых тоже мало кто слышал, это Роха Парфюмс Креэшн И. Также известны как Энигма Пур Ом. Это теплые пряные ванильные духи с нотами табака. И я поместил их к весенним духам, хотя многие говорят, что это осенние духи, потому что в них есть первоцветы. Поэтому их можно надеть в холодный весенний день или вечер. Черный перец, неролли, бергамот, коньяк, табак, имбирь, жасмин, ваниль, бензин, пачули. Это сложные духи, и некоторые люди считают их произведениями искусства. Короче говоря, эти духи дорогие, они стоят 300 баксов за флакончик. Да, но есть люди, которые платят по 400 долларов за бутылочку этих духов, и они от них без ума. Говоря о Данхилл Айкон, я от него в восторге, но мне кажется, что он все же для лета. Для весны я бы порекомендовал Данхилл Айкон Рейзинг. Это цитрусовый аромат с пряными нотами и первоцветами. И, пожалуй, это не слишком приторный аромат. Это хорошие духи, красиво сделанные, и на моей коже они держатся примерно 4-5 часов. Что довольно хорошо для этого типа духов. Первые оттенки будут грибфрут, кардамон и бергамот. В середине у них цветки апельсина, и тут появляются пряности. По-моему, черный перец – это отличное решение. Он помогает приглушить лаванду. В основании у них хороший мускус, немного дерева и ветивер. Очень ясные и простые весенние духи. Господа, я знаю, что у вас есть мнение, поэтому пишите в комментариях, согласны или нет. Какие ароматы я пропустил, пишите в комментариях. Что если вы хотите что-то более тяжелое? Что-то для вечера? Тогда зацените Бентли Фомен Блэк Эдишн. Если вы знакомы с этим брендом, то вы знаете, что у них есть много интересных опций. И они очень качественные для своей цены. Но на мой взгляд, Фомен Блэк Эдишн – это отличные весенние духи, потому что в них есть фиалки, немного перца. В них также есть немного цитрусов. Так что эти духи с цветами и цитрусами, и хорошей древесной базой. Это делает их классическими весенними духами без приторного ощущения. Очень хороший выбор для весны. Другие ноты, которые в них присутствуют – мандарин, папирус, пачули, бобы тонко, мох, немного табака и ладан. Господа, если вы когда-либо хотели познакомиться с духами, которые вы бы не могли остановиться наносить, думаю, вы знаете, о чем это я. Тогда сделайте одолжение, жмите на лайк и давайте накормим алгоритм. Серьезно, это может случиться с каждым из нас. И добавляя к последнему аромату, если вы хотите темные весенние духи на вечер, тогда зацените оба эти аромата. Исаймиякис, ну и десей. Эти духи включают кожу, смешанную с цитрусами. Мне очень нравится. Эти духи слегка более пряные, в них есть перец, но в то же время не слишком приторные, восточные, очень чистые духи. Это Булгарис Мэнн Блэк. Во многих таких списках вы найдете Версачи Дилан Блу. Я не могу спорить, это очень разнообразные духи, красивые духи. Но для своего списка я бы хотел вернуться на 8 лет назад и показать вам другие Версачи. Духи, о которых я говорю, это Версачи Пур Ом. Это цитрусовый пряный аромат с легкими нотами первоцветов. Мне нравится, что в них есть еще ноты розы, но они еле ощутимы. Да, многие парни держатся подальше от розы, но с этими духами не стоит переживать. Другие оттенки – лимон, бергамот, ниролли, гиацинт, кедр, мускатный шалфей, герань, бобы тонка, мускус и янтарь. Для весны это роскошные духи. Их можно носить в любое место, в любой день, ошибиться просто невозможно. Какое видео смотреть дальше, как насчет этого, как правильно носить духи. Очень многие все путают, наносят слишком много или наоборот мало, брызгают не на те места или используют облако. В этом видео вы узнаете, как наносить духи и на что стоит обратить внимание, чтобы не допустить самой плохой ошибки, нанести слишком много духов, чтобы люди вокруг начали задыхаться. В этом видео я все расскажу, так что переходите.